здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я делаю вам повторный обзор своих томатов начинаю я свой обзор с маленькой теплицы своей который 3 на 6 начинаем с первого ряда первый томатик у нас под названием чудо волфорда вот первый томатик завязался вот второй томатик завязался здесь кисточку он не завязал но непонятно вырастет что-то на этих не вырастет вот тут вот кисточка такая довольно таки большая вот она кисточка и выше вот он начал тоже завязывать там пимбочки я вижу вот кустик сам по себе очень хлипенький я этот сорт уже повторяю второй раз первый раз он мне очень понравился такие были более вытянутые сердечки чем сейчас получились такой красивый сорт чудо волфорда следующий томат это наш семейный под условным названием грушевидный мама его еще называют да на которые они даны но я его называю просто грушевидный вот такие груши у меня были даже до 450 грамм а так в основном они идут 120 грамм 120 150 до 250 грамм в основная масса завязывает он очень великолепно жара и и холод ему не страшны он кисти не пропускает это тоже будет завязано великолепный томат пустик сам по себе тоненький пускаю я его всегда в 4 стебля по той самой причине что чем больше стеблей тем больше на нем будет томатов причем размер томатов количество стеблей не зависит у меня было и по 500 грамм по 450 грамм и на кусте которого было четыре стебля а были не очень крупные на кусте с двумя стеблями поэтому здесь количество стеблей только дает ему больше урожая очень такой сам по себе кустик хлипенький высоту примерно метр семьдесят метр восемьдесят вот такой наш семейный грушевидные плоды у него розово-малинового цвета очень шикарный томатик называется сердце абрикосовую зерба очень крупные на нем томаты смотрите вот на первой кистью два томатика не очень крупных потом кисть вот она идет здесь томат очень крупный один сердцевидной формы и по моему они будут такие желто-оранжевого цвета если я не ошибаюсь вот она кисть завязала просто превосходно в костик очень тонкого строения виду я его тут в три стебля вот еще завязал вот еще и выше до самой макушки на него висят завязи великолепный томат очень мне он внешне по крайней мере понравился и очень тонкий занимает совсем немного места в теплице так высота у меня примерно он где-то метр восемьдесят тут вот такое сердце априкосовой зебры томат японка тонкого строения кустик здесь он у меня идет два стебля завязал он довольно таки неплохо вот он первый томат вот он вторая кисть вот он еще кисть но частично только завязано вот на еще кисть в жару он принципе завязал неплохо но проблема в том что нас две недели последний при когда наливались эти плоды стояла 32-34 градуса и томаты от такой большой жары плохо усваивали калинии помогли никакие подкормки не по лесу не по листу не под корень то есть очень чувствительным в этом плане к жаре то есть сажать его надо более прохладное место а так кустик очень урожайный тоже один из моих любимых сортов повторяю я его этот сорт уже третий раз смотрите какой красавец вот на и помидоры довольно крупный у него все он завязал до самом окошке он вяжет высоту он примерно метр семьдесят метр восемьдесят вот такой вот сорт томат мишка косолапый розовый один из моих любимых томатов вообще куст очень урожайный вот помидоры здесь не крупные грамм по 100-150 но их довольно много на кусту но в этом году конечно он свой потенциал весь не показал этот томатик высоту он где-то метр семьдесят кустик очень хлипенький можно вести его принципе в три стебля вот первые кисти он здесь не завязал вот на первая кисть вот еще одна кисть вот она тут еще надеюсь вот эти тоже пипочки завяжутся и выше пока только еще зеленые помидорчики но до макушки в принципе завязал вот такой томатик мишка косолапый розовый вообще в нем очень очень мало семян в этом томатике очень мало семенной томат мишка косолапый томат мишка косолапый красный отсюда у меня уже был один помидорка снята почти на 500 грамм большая помидорка висела вот кисточку не очень завязалась здесь сожалению сбросил кисть вот она кисточка завязалась вот она кисточка кустик очень худенький примерно метр сорок метр пятьдесят высоту и лазисе его в два стебля вот такой вот томат мишка косолапый красный это семена у меня от уральского дачника томат абаканский красный на первой кисти у него тут а это не первая кисть ошибаюсь первую кисть он тут получилось сбросил видимо попал под заморозки вот на вторая кисть вот она еще одна кисть здесь получилось извращенное израстание получилось получился один помидор вот вот у него кисть висит вот она кисть куст примерно метр пятьдесят высоту но выше вот жара не притянила я эту стенку и вот они верхние две кисти он просто напросто у него сгорели уже здесь помидоров не будет и вот кисть тоже сгорела то есть потенциал был гораздо больше но жара сделала свое дело вот абаканский красный томат томат мишка косолапый оранжевый плоды сами говорят у себя есть название оранжевого цвета сердцевидной формы вот на первой кисть вот она вторая кисть вот на высшим связал вот вы еще он завязал то есть завязан фактически без пропусков до самого верха выше там у него еще только цветочки вон висят довольно крупные помидоры вот этот первый помидор я думаю будет грамм 450 у него весить виду я его здесь два стебля выше он потом меня еще пустил один стебелек вот кустик довольно тоненький мишка косолапый оранжевый томат большая девочка огроменная кисть с огромными помидорами вот он там сзади висят две там даже три помидорки висят и сзади могу показать я боюсь его шевелить потому что впереди здесь наверное грамм по 700 у два помидорина висит огромных следе на кусту там наверное больше двух с половиной килограмм тут а вот сама кисть вот она помидорина висят кисточку очень крупные тоже вон сзади висят выше он завязался и выше завязался так а дальше там вот тоже пока цветочки и думаю что еще завяжет очень урожайный куст огроменными просто огроменными плодами сорт под названием большая девочка следующий томат соловей разбойник первые кисточки у него здесь были пропуски а последующие посмотрите вот она кисть висит шикарная боюсь ее шевелить очень большая красивая кисть и сид выше кисть завязал здесь не знаю завяжет не завяжет пустая пока этот сзади у него тоже кисточку только один помидорку завязал дальше не знаю завяжет не завяжет а тут он сожалению бросил видимо жара повлияла высота он тоже где-то метр семьдесят метр восемьдесят виду его также два стебля плоды розового малинового цвета вот такой у нас соловей разбойник томат руслан красный семена у меня от галины курский помидор так что тут у нас вот она первая кисть у него идет помидора довольно первой кисти крупные этот наверно грамм 300 будет этот грамм 250 выше вот этот наверно грамм 350 вот который поспел помидорчик вот она кисть выше кисть еще не завязалась а потому что она заряжется так вот она еще кисть вот она еще кисню висит потенциал огромный автомата но пока не все еще у него завязано а самую верхнюю возле крыши он сбросил видимо попал в жару а так очень довольно урожайный томатик очень урожайный кустик особенно если это все завяжется будет просто замечательно сорт под названием сладкая свекла теплицы ему не понравилось не очень здесь ему оказалось жарко вот первую кисточку он завязал а дальше у него вот пропуск идет пропуск идет тут опять пропуск идет вот а выше уже он завязал вот они помидорки такие с вытянутым носиком сердца интересная красивая форма но пока еще все зеленое и выше он принципе завязывает тут макушку него завязывается довольно таки неплохо а вот но на улице он себя показал получше то есть вот этих вот сбросок кистей на улице у него не было довольно таки сейчас модный томат этот называется сладкая свекла высоту он примерно наверное метр девяносто посмотрите загнулись у меня вот эти вот стебли у него тут уже полезли тоже они у него за крышу вот но целом томатик в принципе средней урожайности так можно сказать если он завязал будут эти кисти то было бы шикарно вот такой томат сладкая свекла томат святой голубь семена мне прислала подписчица моя с дзена вот такой вот посмотрите томатик вот они у него четыре огромных помидора висят кисть вот на кисть тоже тут четыре больших помидора помидоры только начинают спеть так вот первую кисть он у меня получилось не завязал сбросила него под холода она тоже попала у меня на майские праздники выше посмотрите завязал вот она шикарно так что у нас там дальше дальше у нас пока цветочки и что будет я не знаю дальше на нем но вот эти вот принципе три кисти довольно таки большие помидоры крупные они еще только наливаются вес от 250 грамм наверное и выше эти томатики вот такой томат святой голубь таким названием очень красивым куст мощный метр восемьдесят примерно высоту виду я его здесь у меня получился в четыре стебли в начале вела в три вот еще кисточку чем короче он пока надежда что еще завяжет есть у него так потенциал у него довольно большой этого томатика томат святой голубь следующий томатик с условным названием рай гурмана посмотрите завязала первая него кисточка вот она вторая кисть причем обалденная здоровая кисть у него смотрите с очень крупными помидорами на этой кистью не у 1 2 3 4 5 6 помидор причем помидора грамм по 350 ну вот эти сатры зелененькие они поменьше грамм по 200 вот такой вот томатик вот верхняя кисть опять посмотрите тоже какая большая и выше вот он завязал и выше завязал и на макушке у него тоже посмотрите завязал какой ну что шикарный томатик очень шикарный высоту он у меня примерно здесь метр семьдесят виду я его здесь два стебля какой он будет конечно когда поспевший еще пока сказать не могу но какой-то он полосатый обычно полосатые томаты очень вкусные томат русский размер малиновый посмотрите вот первая кисть у него вот такая огроменная там пять помидорок и все помидоры довольно таки крупно тут вот на рограмм 350 будут эти два томатика выше пока тут у него ничего особо нету а потом дальше посмотрите вот она кисть у него огроменная кисть вот выше кисть так выше у него вот только пока цветочки но завяжутся они не завяжутся не знаю пока они не сброшены ну выше вот совсем выше тому цветочки него попали в жару короче сбросились виду я его здесь в два стебля третий стебель ничего не дал никакого урожая но принципе томаты очень крупные в итоге здесь получится довольно небольшой неплохой урожай если в целом взвесить все томаты вкус примерно метр девяносто высоту довольно мощный сам по себе вела здесь его фактически два стебля вот такой вот русский размер малиновый но судей по названию должно полды должны быть малинового цвета